Да, прекрасно, что я первый танкер-газовоз пришел с грузом в Китай. На этом мы говорим о том, что у «Газпрома» есть первый танкер-газовоз. Им, кстати, на услугу понадобится еще, по-моему, где-то под двадцатку таких газовозов. А если мы говорим про «Новотек», то, за исключением, помимо тех 15, которые сейчас уже законтрактованы со «Звездой», надеюсь, в ближайшее время, все-таки в ближайший год, два, три они будут достроены, несмотря на то, что корейская сторона варентористским образом отказалась от выполнения своих обязательств по второй, третьей пятерке. Там уже мы работаем, ведем переговоры активные с Китайской народной республикой, чтобы они в этом плане с нами поучаствовали. А потом еще на СПГ-1, СПГ-3 еще надо будет два раза по двадцать. Ну, то есть, в принципе, перспективы строительства таких судов достаточно большие. Другое дело, что строить мы их можем только на «Звезде», но, слава Богу, что «Звезда» к этому готова, потому что там, когда полностью будут запущены все цеха, от меня Сергей Целукой может построить, поправить, но, по-моему, «Звезда» сможет обрабатывать 300 тысяч тонн металла. Это большое, даже больше. То есть мы здесь замену нашли? Это большая верфь, действительно суперсовременная, и когда говорят, сможем ли мы построить флотилию для Северного морского пути, для обычных конвенциальных суда, крупнотоннажных, ну, понятно, что «Звезде», например, чтобы, по-моему, выйти на точку безубыточности, надо к 35-му году больше 170 или даже 175 судов построить. Ну, то есть верфь готова принимать заказы, главное, чтобы они были это раз, а второе, главное, чтобы мы смогли создать такие проекты судов, которые будут, вернее, создать оборудование для того, чтобы строить эти суда в максимальном объеме российское оборудование. Второе, там, где не будет получаться, сделать кооперацию с нашими, как уже правильно говорилось, партнерами из тех стран, с которыми мы продолжаем взаимовыгодное сотрудничество, то, чем мы сейчас занимаемся. Вот. Понятно, что сейчас в последнее время мы все говорим, и я тоже об этом сказал, о двух наших важнейших коридорах, вот, под которые, конечно же, нужно будет загружать, освобождать сначала и потом загружать наши мощности. Когда мы сказали о том, что, знаете, приходить через пять лет, у нас верфи заняты заказами, но надо еще понимать, что верфи до сих пор заняты заказами, потому что эти заказы съехали вправо. Если бы они делались вовремя, то тогда, ну, мы же на пленарке не для того, чтобы говорить халваи, чтобы все почувствовали вкус, да, где-то там на языке, а для того, что большинство заказов не исполняется в срок. Год, два, три, там, плюс у нас же все-таки не надо забывать, если взять даже верфи, там, войска, это 80%, все равно, военное кораблестроение, там тоже масса заказов, и их необходимо исполнять. В первую очередь срок, вот, важнейшее направление, доктрина нашей безопасности. Но при этом всем верфиамо предписано, естественно, диверсифицировать свою работу и строить гражданский флот. Поэтому, там, то, что касается коридора Север-Юг, пока вроде цифры называются не очень значительные по увеличению, там, грузооборота, я имею в виду морского, да, так-то, если взять даже грузооборот с Индии 22-го года, там, по-моему, 80 миллионов тонн, вот, но, там, в принципе, весь грузооборот по Каспии 6 миллионов тонн, предполагается, что он к 30-му году будет 8, там, построить 20 контейнеровозов, это не фокус. Но сейчас уже, с учетом, опять-таки, всех изменений, которые произошли, и то, что эти коридоры будут более востребованы, а там не только Индия, это я просто привел как крупного нашего партнера, там, Ирак и другие государства, вот, соответственно, это, может быть, уже говорят о 20 миллионах тонн к 30-му году и о 50-ти к 35-му, Андрей Рымович Белоусов называл, по-моему, 60 миллионов тонн, вот, и, в принципе, по-моему, проект по строительству портовой инфраструктуры еще в Советском Союзе существовал на Каспии на 50 миллионов тонн, то здесь уже нужно будет намного больше судов река-моря для того, чтобы обеспечивать эту работу. Но мы не стоим на месте, действительно, у нас есть лизинговая программа, которую реализует ГТЛК. Без лизинговой программы под приемлемую процентную ставку, правильно было сказано, под 13% сейчас при ключевой ставке, как кредитоваться по строительству судов и быть конкурентоспособными с теми же турками или с китайцами, ну, большой вопрос. Вот, поэтому лизинговая программа, и там, сейчас вот было расторговано 34 РСД-59, ну, это такое самое востребованное судно, да, 10 постройки, на самом деле, по лизингу там больше 40, плюс у нас 108-й проект тоже контейнеровозов востребованный, которые также будут строиться. Сейчас 4 законтрактованы на Лотосе и еще порядка 20 в планах. Ну, то есть здесь примерно мы понимаем, как эту работу обеспечить, ну, плюс там есть такая достаточно серьезная управляющая компания в том регионе, которая как раз выстраивает весь этот логистический маршрут, там, соответственно, по Каспию, да, и надеюсь, что работа будет надлежащим образом организована, тем более, что помимо там Красного, Сормова, Асовская судоверфь готова эти суда строить, Теневский судостроительный завод, ну, и многие другие обладают компетенциями. Вот. Второй важный момент – это обеспечение, конечно, северного морского пути. Значит, сейчас, ну, вместе с ледокольным флотом, с аварийно-спасательными судами, грузовые, это там под 130 единиц планируется, сейчас там более 40 в постройке, ну, во всех случаях уже законтрактованы, да, и находятся на различных этапах строительства. Плюс вот коллеги, ну, кто непосредственно занимается управлением северным морским путем, это корпорация «Русатом», да, вот они четко там понимают, какое количество ледокольного флота нужно. У нас сейчас три ледокола там работают, 4, 2, 0, но я так понимаю, что к 35-му году, с учетом выбытия ветеранов, которые еще до сих пор работают, выбытия ряда Росмарпортовских ледоколов, которые тоже привлекаются для этой работы, нам надо будет 4, 2, 0 и построить не менее 10 судов. Вот. Плюс лидер. Я где-то встречал цифру 20 ледоколов к 35-му году даже. Нет, я сейчас объясню. 10 – это 4, 2, 0, плюс у нас есть головной лидер, который тоже должен быть построен, без него круглогодичную проходку будет сделать невозможно, потому что есть Западно-Сибирское море, по которому, в общем, сложно это сделать, там такой лед становится. Плюс по лидеру были планы, что после головного будет еще два серийных, плюс у нас 4 не атомных, должно быть построено ледокола. Ну и, я так понимаю, там еще что-то останется из того, что было построено до этого. По-моему, если не ошибаюсь, 18 ледоколов нам необходимо для того, чтобы справиться с тем грузооборотом, который планируется. А планировалось же у нас, по-моему, под 200 миллионов тонн, а уже 220 к 35-му году. Ну, то есть такой существенный объем, как, например, к 30-му 150 было, а уже 190 с лишним эксперты предсказывают, то, что я говорил, да, грузооборот будет увеличиваться. Это хороший коридор, он существенно сокращает расходы, это короче, быстрее, без какого-либо пиратства, это экологичнее, это экономичнее и так далее. Вот, конечно, задача перед судостроительной оборудованием стоит очень большая, вот, серьезная. Ну и, конечно, судовое комплектующие оборудование. Ну, практически по всем видам судов, слава богу, с военным кораблестроением мы разобрались раньше, и здесь зависимости у нас не было, во всяком случае, от недружественных государств, либо быстро с ней справились. А вот по гражданскому судостроению, да, предстоит большая работа, она была начата давно, но активизирована, была в прошлом году, вот, с учетом той субсидии, которая была выделена, и мы расторговали, у нас 63, значит, участника, выполняют эти работы. Многие, как я уже говорил сегодня, презентовали уже промежуточные, а кто-то уже конечные результаты. Здесь и для крупнотоннажного флота, и для обычного, причем для разных типов и предназначений судов ведется эта работа. Плюс мы наполучали еще заявок, потому что судостроительные организации, проектные институты, они знают, что еще нужно. Вот, мы отобрали из 90 новых заявок еще 40, вот, по ним, конечно, нужно будет, будем опять-таки просить тоже финансирование, потому что для того, чтобы проводить неокры всегда, нужно совместное финансирование государства и бизнеса, причем в пропорции больше в сторону финансирования со стороны государства, и, ну, я считаю, мы эту задачу выполним. Есть очень серьезные вызовы, например, это низкооборотный двигатель, да, дизель, вот, он нужен как раз для крупнотоннажа, это тяжелая машина, для нее нужно строить отдельный, фактически, завод, ну, либо находить какой-то завод, где есть пустые помещения, туда надо вводить оборудование отдельное, там, ну, там действительно огромные компоненты. В принципе, сначала, как бы, мы от этой темы отказались, потому что, ну, никто не хотел за это браться, это объявлялись в длительные сроки, ну, тем хотя бы, у кого есть компетенции в двигателестроении, не буду называть компанией сейчас, длительные сроки и большие деньги, но сейчас мы нащупываем почву для того, чтобы за эту работу взяться. Ну, прорабатываем, с одной стороны, с партнерами из Китая, с другой стороны, значит, здесь уже пытаемся над этим все-таки думать более активно. Если эту проблему мы решим, если такое для себя, такое домашнее задание для себя возьмем и сделаем, ну, это можно будет сказать, что мы добились серьезного прорыва, потому что, ну, Верс, Ле-Ман, по большому счету, и под их лицензией Китай больше никто эти двигатели не делает. Вот, это, наверное, из основных проблем, о которых я хотел сказать. И что еще? А, да, по судоремонту тоже вопрос неоднократно ставился. Ну, для судоремонтных предприятий мы сейчас все-таки пробили льготу, да, они не будут, они будут освобождены от налогов, но при этом они должны будут эти средства вкладывать в развитие своих судоремонтных предприятий. Ну, а, конечно, вдоль северно-морского пути мы тоже сегодня обсуждали. Нам нужен судоремонт Мурманск-Архангельск, ну, или хотя бы Мурманск, или хотя бы Архангельск, причем оба региона рассматривают эти проекты, насколько я понимаю, один амбициознее другого. И, конечно, нужен серьезный судоремонт на Дальнем Востоке. Вот тогда, ну, именно поэтому такое решение было принято. Минфин, даже Минфин, понимая всю важность этого процесса, такую льготу поддержал. Соответственно, будем рассчитывать, что наш судоремонт будет развиваться более серьезными темпами, и предприятия будут перевооружаться и будут выполнять те задачи, которые перед ними поставлены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова